Мир вам и Божье благословение! Праздник Покрова Божьей Матери является особым праздником в христианской православной церкви и вообще в христианском мире. События произошли в Византии в X веке. Во время войны искали защиты, помощи и сохранения жизни жителей великого города Константинополя у Бога. Молились святой блаженный и уродивый Андрей и ученик Епифаний. Во время всенашнего бдения увидели Царицу Небесную Матерь Божию, входящую в город, в храм. Как бы исчезли стены, потолки. И Матерь Божья со слезами колена преклонно молилась Господу, Сыну Своему Иисусу Христа о спасении города. И город был спасен абсолютно силой Божьей. В XII век Россия, князь Андрей Боголюбский резко меняет свою жизнь. Меняется сам. Из человека-деспота, жестокого и коварного, он вдруг превращается, но мы знаем, это покаяние, воля Божья, в человека разумного, мудрого, человеколюбивого, великого государственного деятеля. Он строит в покаянии храм покрова на Нерли. И, зная о событии двухсотлетней давности в Константинополе, он устанавливает праздник покрова Божьей Матери. Таким образом, этот праздник стал исторически нашим российским православным в честь заступничества Царицы Небесной. А по жизни каждый из нас нуждается сверхъестественной. Я бы сказал, божественной, естественной защите, покровительстве, поддержке во всех делах. И дай Господи, чтобы все нуждающиеся находили эту помощь у Матери Божьей. Правда ли, что венчание на покров особенное? Венчание является таинством брака. Венчание тогда особенное, когда мужчина и женщина, вступая в союз семейной жизни, до гроба идут рука об руку, остаются преданные друг другу, не оскверняя, не омрачая свой брак, а благословляя деторождением. Но каждая семья нуждается в покрове Матери Божьей. Поэтому и считается, что покровское венчание как бы добровольно принято брачующимися жеником и невестой, будущим мужей-женой и повенчавшихся уже мужем-женой. И Матерь Божья является участницей их семейного счастья. Благослови Господь всякого, кто венчается в этот день, и не в этот день. Всегда Матерь Божья добудет покров всем семьям, которые живут на земле. Как вы оцениваете шумиху вокруг еще не вышедшего фильма «Матильда»? Никак я не оцениваю, это все ложь и ерунда на мучеников. Одно скажу, что это сделано для разделения нашего общества, разделения и понимания разрушения между верующими и людьми индиферентными и неверующими. В целом, это еще одна попытка при помощи государства, потому что Министерство культуры России, в общем-то, должно нести ответственность за то вспыхнувшее зло в обществе, которое несет фильм «Матильда». Все знали, что за государя, за святых верующие, которые горячо почитают, любят его, непременно начнут, как дети в гневе, в обиде определенную борьбу, что и хотели вызвать. Но эта борьба привела к судам, к экстремизму, скажем так, чего не должно было быть вообще. И нельзя трогать святое, маму оскорблять, родину, веру людей. А здесь оскорбили веру. Мир вам и Божье благословение. Берегитесь, люди, разделения. Скажу так, святость ничем не опорочить. Великий государь, мученик, молитвенник, вся его семья кровью омыли своей святой всю Русь. И святость их пред Богом, людьми и человеческой совестью непорочно, неприкосновенно. А эта грязь в виде Матильды, она уйдет, как проклятая пена после потопа. Матильды, она уйдет, как проклятая пена. Великий государь.